Так, девчоночки, всем доброе утро! Сегодня начнем влог с моей посылки из интернет-магазина Фаберлик. Сейчас я покажу, что заказала. Сегодня я заказала, в принципе, все то же самое, но взяла новинки. Значит, я взяла кондиционеры для белья, взяла чистящее средство универсальное для ванной комнаты. У меня оно закончилось очень классно, мне очень оно нравится, прям очень качественно моет поверхности. Я прям уже к нему привыкла. Взяла концентрированный бальзам для мытья посуды. Подружке взяла спрей для ванных и душевых кабин. Она вообще в восторге. У нее душевая кабинка, она попросила меня заказать. Вот я взяла ей универсальное антибактериальное средство. Я вытираю все свои белые поверхности, мне очень нравится. Взяла по совету подписчицы девчонки крем для чистки металлических поверхностей. Тоже буду тестировать, еще не пробовала. Ну вот сковороды, да, кастрюли будем смотреть, как очищать. Также повторила свой фаворит средство для стекол и зеркал. Вообще без него никуда. Я кухню и мою. Поверхности, которые у меня лакированные такие, вот как бы вот очень хорошо отмываются, не оставляют разводов. Девочки, повторила вот такой вот концентрированный порошок. Стиральный беру для цветных тканей, но и стираю также белые. Вообще отлично отстирывает. Закончились у меня уже тряпочки. Я взяла для стекол и взяла универсальную тряпочку. Взяла вот такую вот универсальную губку, но я ее хочу использовать для мытья посуды. Посмотрю, как она будет пенится. Потому что ту, которую я брала с металлической поверхностью и с мягкой поверхностью не очень. Она мне понравилась. Она очень долго сохнет и заванивается быстро. Ну посмотрим. И девчонки взяла вот такую штуку. Это сушилка для обуви. Так, секунду, мама что-то мне пишет. Сейчас отвлекусь на один момент. Так, девчонки, ну тут я переписываюсь со свекровью и она мне отправляет. Она сейчас в Икеа отправляет мне цветы искусственные. Хочу вот такую фейку заказать. У меня на балконе, на окне есть просветы, где не хватает штор. То есть там не получилось заказать штору, потому что окно открывается. В общем, я хочу поставить вот эту вот фейку и она будет создавать тень. Потому что уж очень солнечная сторона. А еще вот этот вот цветок, девочки, прям очень красивый. Хоть я и... А ну-ка, сейчас что-то мама прислала. Давайте посмотрим. Ой, так, сейчас, секунду. Сейчас, одну секунду. Это прям как виноград какой-то такой. Очень красиво. Ну сейчас я тогда с ней договорю, посмотрим. Но мне больше, конечно, понравилось... Вот сейчас покажу вам. Вот это дерево мне понравилось и вот эта фейка мне понравилась очень. Папоротник, я думаю, может быть в туалете поставить, чтобы такой он более распушистый будет. И зеленое пятнышко будет в туалете. Мне кажется, будет красиво. И вот это, посмотрите, какое дерево красивое. Конечно, они вообще молодцы. Ладно, сейчас продолжим с фаберликом. Так, девчоночки, ну все, простите. Договорились мы. В общем, мама мне взяла цветочки. Так, продолжим с фаберликом. Девочки, взяла попробовать вот такие сушилки для обуви. У меня проблема. Данил занимается баскетболом. У него есть спортивные кроссовки, в которых он тренируется. И здесь прям пишут в аннотации, что эффективно впитывает влагу, помогает устранять неприятный запах. Можно использовать каждый день, незаменимый для людей, занимающихся спортом. Отлично подходит для сезонного хранения обуви. Девочки, ну я взяла, хочу попробовать. Если мне понравится, естественно, я закажу потом себе еще несколько вот такие вот длинные штуки. В них что-то насыпано. Не знаю, что это такое. Еще я не открывала. Но посмотрим, потому что у нас прям проблема. Он выносит свою обувь на балкон, она стоит. В общем, она пахнет не очень приятно. А часто стирать кроссовки не рекомендуется, потому что все-таки они как бы распадутся и все. Так что вот взяла вот такую вот штуковину. Посмотрим. И, девочки, я себе взяла вот такую вот палетку. Сейчас мы посмотрим. Это контуринг. Я все-таки в поиске качественного контуринга. Потому что, девчонки, сейчас я вам покажу вот этот. Да, мы с вами посмотрим вот такие вот цвета. В принципе, мне нравится уже вот этот цвет. И мне нравится хайлайтер. Сейчас посмотрим румяна и посмотрим, пылят ли они. Сейчас я возьму кисточку для контуринга у меня есть. Но вы знаете, в принципе, не пылит. Посмотрим, как она наносится. Девочки, ну вот смотрите, кисточкой плохо. Вот такой вот тон получается. Может быть, она сейчас как бы разойдется. Сейчас попробуем румяна с вами. Румяна вот такие прям достаточно пигментированные. И хайлайтер. Хайлайтер тоже пигментированный. Но вот что касается контуринга, немножко, мне кажется, он как-то плохо набирается. Ну, я сейчас посмотрю, протестирую. Вот видите, оттенки, да? Получаются такие вот. Что-то тут вот с румянами не очень. В общем, я сейчас их нанесу и посмотрю и скажу вам, что получится. Потому что то, что я приобрела себе, девочки, в магазине Just, покажу. Это вот такой вот тоже корректор, контуринг. Он очень сильно пылит и очень-очень сильно набирается. То есть нужно постоянно стряхивать. Мне это не очень нравится. Но он, кстати, хорошо растушевывается. Я им пользуюсь, но очень-очень аккуратно. В принципе, оттени мне очень нравятся. Вот от фирмы Just. Очень нравится. Так, и сейчас давайте я посмотрю и уже потом вам отчитаюсь, что у нас получится. Так, девочки, я протестировала и посмотрела, нанесла уже корректор румяный и хайлайтер. И мне очень понравилось. Я вам обязательно отсниму, как это будет смотреться. Просто сейчас я уже накрашена. И мне кажется, что не ляжет так, как надо. Уже вот корректор разошелся немножко и прям хорошо наносится и хорошо очень тушуется. Очень яркие пигментированные румяна, но их просто нужно немножечко меньше добавлять. И хайлайтер вообще обалденный. Если честно, мне очень нравится. Он очень подойдет под мои коричневые тени. Так что, девчоночки, вот такой вот заказ Faberlic у меня сегодня. И вот декоративная косметика в принципе неплохая. Буду потихонечку заказывать, тестировать. Мне понравилось. Мне очень понравился контуринг. Вообще прям классный, если честно, не ожидала. Так что, вот такой вот у меня заказ. Ссылочку все оставлю под видео. И давайте продолжим влог. Сейчас покажу, что мне пришло из H&M. Так, девчонки, смотрите. Пришел мне заказ из H&M. Короче, суть в чем? Вот в такой огромной коробке. Запакован был вообще очень доступно и классно. Я заказала себе вот такие вот кожаные шлепки. Что хочу сказать по этим шлепкам? Мне они очень понравились. Небольшая платформа. Они удобные. Но они 100% однозначно на узкую ногу. Девочки, вот кто захочет себе их заказать, присмотритесь. Потому что однозначно на узкую ногу. Вот так сюда нога у меня входит. Но за счет вот того, что здесь вот такое большое расстояние, немножко выпадает нога и не сидит. То есть они потянутся. Потому что это натуральный замш. И я думаю, что нога туда войдет. Размер 39, девочки. И у меня вообще размер 38. Но я всегда в H&M заказываю обувь себе девятку. Они были по акции. Вышли они мне 2400 с копейками. Вот такие вот шлепки. Саба. Не знаю, как их правильно назвать. Ну, они смотрятся классно. У меня просто есть коричневая сумка. И я думала их одевать под сарафан, который я купила в лайме. Вот цветастый. Вы мне писали, что туда нужна какая-то более легкая обувь. Но мне показалось, что с этими шлепками будет очень хорошо на повседневку. Не на выход 100%. Теперь мне нужно посмотреть еще вот такого плана ремень замшевый. Тоже буду искать. И уже, мне кажется, будет все сочетаться. И сумка у меня луи витоновская. Есть коричневая. Есть просто бежевая кожаная. Такая гладкая сумка. Я думаю, что будет тоже очень хорошо смотреться. Так что, девочки, присмотритесь вот к этим шлепкам. Они достойные. Они классные. Сейчас они идут по акции. Стоили они гораздо дороже. Но на узкую ногу. И однозначно на размер больше. Заказывайте себе. А так шлепки очень классные. Я думаю, что будут хорошо носиться. Потому что они еще вот тут чуть-чуть разойдутся. Так что вот такой вот у меня заказ. Еще мне идет, девочки, шорты черные. Я заказала себе. И заказала себе льняную рубашку черную. Посмотрим. Должно все на следующей неделе прийти. На следующей неделе будет очень много заказов. А посылок будем с вами все смотреть. Я уже все не могу никак остановиться, девочки. Если честно, это какой-то кошмар. Так что у меня вот такой вот у меня заказ сегодня пришел. Посмотрим, как они будут носиться. Но я потихонечку перехожу немножко на хоть платформочку. Потому что каблуки я носить не могу вообще. Ну никак. Не получается у меня. Я себя некомфортно чувствую на каблуках. А вот это, я думаю, что зайдет мне обувь. Так что вот так вот. Так, девчонечки, я на своем балкончике. И сегодня я хочу поотвечать вам на вопросы. Потому что я очень извиняюсь, девочки, что я не отвечаю. Просто у меня такая сейчас ситуация, что я просто очень-очень-очень вообще занята. И хочу на самые такие вот последние из последних вопросов что-то вам, ну, порассказывать и поотвечать. Сейчас резиночку сниму. Села на балконе, брала, сделала кофеек. Ну-ка, что у меня? У меня, если честно, сегодня голова грязная, девочки. Я не подготовилась ничего, но я просто планирую помыть голову. Мы сегодня, скорее всего, поедем в Краснодар отвозить детвору в школу. Ой, в школу, господи, к бабушке школа закончилась. И поэтому я буду мыть голову уже вечером. Так, девчоночки. Вот мне дедушка пишет. Бумажный документ, декретация, еще удобно хранить файловые папки с листами. Да, 100% удобно. Но мне, прошу прощения, девочки, прям чуть-чуть горло промочить. Но мне удобно конкретно по папкам. Как я вам уже сказала, если, например, мужу там, да, или детям нужно что-то достать, они просто идут и берут. Я им говорю, вот в эту папку она подписана. Так, тут мне еще девочки советуют косметику. Спасибо большое, я присмотрюсь, буду иметь в виду. И девочка, вот у меня спрашивают, Юль, собаку с утра ты всегда выгуливаешь? Во сколько у тебя подъем? Значит, собаку выгуливаю я утром. Если, например, ну, сейчас такая ситуация, что он ходит еще на пеленку. И вот это я приболела немножко. Мне только сегодня, если честно, девочки отпустила. Я вчера вообще в лешку лежала. Горло болит, голова чумная. И я вот натерофлю. Температура, ну, в общем, ничего не понятно. Что-то такое. Ну, сегодня я уже как бы пришла в себя, потому что никто не отменял ни уборку, ни готовку. В общем, худо-бедно, в общем, пережила я это состояние. С собакой гуляю я. Планирую вообще как бы сейчас вот четко вставать. Нет, не так скажу. Встаю я где-то в районе без... Звонила кинолог, девчонки сейчас приедут. У нас будет сегодня первая тренировка. Нашла я женщину. В общем, она будет с ним заниматься. Хотя я еще по старой памяти помню, что и как обучать собаку. В общем, стою я где-то без 15,7. Готовлю завтрак. И где-то в минуту 28 я выхожу на улицу с ним. И уже гуляю где-то, наверное, до без 15,9. Утром у нас недолгая прогулка. Я, ну, вот планирую вот такой график вести. Но вообще буду гулять с ним я по утрам, потому что дети идут в школу. А я как бы сижу дома. Муж тоже ходит на работу. А вот вечером у нас прогулка семейная. Мы выходим все вместе. Уходим с ним, бегаем по стадиону. В общем, я еще хочу вести себе за правило с ним бегать. У нас вечером на стадионе во дворе никого нет. Закрывается на калитку стадион. Он обнесен забором. И там я могу вас спокойно выпускать и сама бегать. Если честно, это вообще такой, знаете, мне стимул для того, чтобы вообще начать пробежки. Или, по крайней мере, хотя бы ходить. Но гуляем мы вечером не меньше часа с ним. Так что, вот так вот. Антицеллюлитное масло я покупала у нас в Меганоме. У нас есть островок такой. И там вот фирма вот эта вот Рише, она там продается. Так, мне все пишут, какая я молодец. Спасибо, девочки, спасибо большое. Я стараюсь, просто мне реально, я не очень успеваю. Так, помада у меня NYX. Это помада, как же это правильно назвать-то, со спонжиком такая. Девочки, сейчас не буду вот прям говорить, но NYX точно оттенок я напишу. Я просто сяду, поотвечаю прям на все комментарии, поставлю всем сердечки. Просто вот прям некогда. Может, сегодня в дороге буду ехать и постараюсь это все дело сделать. Если у меня будет интернет на телефоне. Так, тут мне написали пресс-скраб чистая линия, девочки. Ну да, он, конечно, агрессивный, но мне нравится. Я вообще, если честно, такой человек-эксперимент. Я постоянно, то у меня влево, то у меня направо. То есть, в общем, ну, мне пока он нравится. Если я найду что-то наподобие, но более помягче, да, то, конечно, я буду пользоваться. Так, бургеры огонь. Конечно, у меня комментариев, девчонки, очень много. Так, по поводу скидочных карточек. У нас здесь Симферополь. Это просто капец. И иногда даже карты с материка, которые скидочные, сетевые магазины, они не работают. Бывают такие магазины, не помню сейчас какие, но бывают. Карточек у меня очень много, собраны они у меня годами. И знаете, ну да, я хочу сделать вот это приложение. Почитаю, мне тут девчонки написали, как называется приложение. Попробую это все сделать, отсканировать это все. Ну, как правило, даже по номеру телефона они, бывает, делают скидку. Но иногда нужна будет, бывает, нужна в наличии карточка. Поэтому пока вот я по старинке вожу так, но надо сесть тоже и сделать себе это приложение. Я думаю, что 100% это будет удобно. Так, баночки. Я покажу все свои баночки, девчонки, немного попозже. Сейчас у меня такой план, дети уедут, я буду одна абсолютно вообще свободно, спокойно. Мне не надо будет готовить кушать, мне не надо будет круглосуточно убирать. Муж будет на работе, и я уж тогда развернусь. Я буду снимать, буду постараюсь снимать каждый день. Что-то интересное, что-то показывать из своего домашнего обихода. Все, что у меня есть, расскажу вам вообще и покажу все свои шкафы. Все, что у меня есть в наличии. И уже мы с вами это все обсудим. Расческу, девчонки, расческу я это покупала в корейском магазине. У нас здесь в Симферополе на улице Тургенева. Название я не помню, маленький такой магазинчик у переулок Смежный и Тургенева. Девчонки, эта расческа еще продается, насколько я знаю, и в Эль-де-Бате, и в Литуале. В Краснодаре я видела ее. Так, за дезодорант спасибо, я посмотрю. Кокосовый я все-таки его ищу. Школа, школа девочки закончилась. Данил у меня закончил на 4-5, все это старше. А вот у Руслана чуть-чуть проблемы. Русский литература трояки. Не знаю, как с ним поступить. Бабушка, конечно, слезно просит, чтобы мы его взяли с собой, привезли ей в Краснодар. Но папа хочет его немножечко так подстроже наказать, скажем так, какой-то период, чтобы он побыл дома. Не знаю, уговорю или нет, но, в общем, он дал такую слабинку. То ли это переходный возраст, то ли что, в общем. Но у нас вообще русский литература были такие, знаете, проблемы. Проблема с русским, с литературой, это катастрофа. Но, не знаю, поедут, скорее всего, они в Краснодар. Так, девчонки приехали сейчас к моей маме. Сейчас поднимемся к ней в гости. Но я в этом доме прожила очень мало девочки. Вообще практически не жила на пятом этаже. Вот квартира у нее. Вот. Тут рядом рынок. Это дворы и пятиэтажки на фестивальном микрорайоне. Старые, ну, старые, господи, как это сказать, старые постройки. Тут школа. Мы сейчас с собакой погуляем и будем подниматься. Покажу вам, как моя мама живет, что у нее интересного есть. Это прям чудо из чудес. Знаете, девочки, оказалось, я вначале снимала вам влог дома на балконе, все рассказывала. Потом просто, я сейчас объясню, пришел у меня кинолог на тренировку с собакой. И я побежала с ним заниматься. Очень долго мы занимались. Потом мы с Русланом пошли тоже за продуктами. Я убирала. Собирать вещи начала, купаться. И, короче говоря, уже не смогла дома ничего доснять. И в ночь мы выехали. И вот мы уже в Краснодаре, девчонки. Русик сейчас с ним погуляет. И мы поднимаемся к бабушке. Девчонки приехали к маме. Сейчас покажу. Ну, вот такая вот у нее квартира. Комнаты вообще небольшие. Это вот старинная-старинная стенка, девочки. Сейчас покажу фотку. Это мой папа. Это вот малые на фотографии. Это тоже галерея с детьми. Девочки, вот сервиз, смотрите. Обувь все убирай. Сто процентов готовимся к собаке. Девочки, вот смотрите. Это сейчас я вам покажу еще, что есть. Это, короче, настоящая китайская чашка. Откуда-то папа привезел. Вот это кофейный сервиз еще старинный. Вообще. Вот это чайный модно. Видите сервиз? Есть куча хрусталя вот такого. Вот знаете, вот раньше все это было очень модно и современно. А вот родители. Это с Димой, с племянником, с моим папой молодой. Так что, девчонки, тут столько всего такого раритетного. Мне очень нравится вот этот хрусталь. Сейчас это в такой цене вообще просто. И вот сервиз. А это вот подсвечник. Мама мне дала, как бы, икону подарила старую. А этот подсвечник тоже там какого-то века. Это моей сестре остается. Такой прикольный есть у меня. Девчонки, а еще мы пока приехали, мама налепила вот так вот вареников просто с клубникой. Девочки, как я этого хотела. Но мы сейчас консульмаем. Я оставляю собаку. Мы быстро мчим по делам. И потом будут вареники с клубником. Мама сейчас их долепит, заморозит. Потом я попрошу ее прям перед нашим приездом, когда мы приедем за собакой. Сварить. Девочки, кухня вообще малюпусенькая такая. Вообще после вот даже моей кухни, ну, очень маленькая. Два с полной метра. Но она вообще, вернее, шесть квадратов или пять вообще. Малюпусенькая кухня. Чулечки. В общем, поездка в Краснодар удалась. Мы ездили на одну ночевку. Вообще, вот, если честно, планировала поснимать много и хорошо. Показала вам, где живет моя мама. Но ситуация в том, что мы приехали, просто сходили по магазинам, поужинали и на следующий день выдвинулись домой. Девочки, сейчас я хочу вам показать глобальную, глобальную распаковку. И уже вы поймете, вообще, в принципе, по ценам сориентирую вас. Покажу, что купила. И мы подготовились к летнему сезону. То есть, я собрала луки детям определенные. Определенные собрала себе пару луков. И мужа мы надели на работу. Девочки, ну, конечно, показывать не перепоказывать. Смотрите, вот это у меня борг. Я покажу вам уже, наверное, в следующем влоге. Я купила себе тостер. Это был у меня подарочный сертификат. И расскажу чуть-чуть. Я добавила. Я довольна. Взяли очень классный, симпатичный, классный тостер. Покажу уже попозже. Давайте начнем с вами с магазина Икеи. Это, помните, я вам показывала. Мама мне все звонила, звонила. И в итоге она мне приобрела, девочки, вот такую вот фейку. Хочу поближе вам показать. И потом я уже наведу опять порядок. Вытру пыль, помою окна. Потому что у меня на балконе уже, если честно, там, ну, очень пыльно и грязно. Покажу, как я планирую ее поставить. Мне очень она понравилась. Она прям, знаете, смотрится классно. Вот кто еще думает, присмотритесь. Прям очень качественно выполненная фейка. Потом мама мне взяла вот такой вот папоротник, девочки. Я его планирую поставить в горшок и определить в туалет. Потому что мне прям там, знаете, не хватает такого зеленого пятна. Я хочу поставить его в угол. Очень красивый. Но это вот пока у меня в задумках. Вот этот цветок я, скорее всего, поставлю в горшок. Только подберу горшок вот такого цвета, как кресло. Потому что, смотрите, у меня здесь стоит вот такой вот плетущийся цветок. Но я, если честно, забываю постоянно его поливать. Потому что все мои живые цветы стоят у меня на балконе. Я его перенесу на балкон вот такого голубого цвета. Я хочу купить горшок яркий, чтобы у меня вот как бы вот там вот в углу стоял этот цветок. Но это пока в планах. Буду пробовать. Будем с вами смотреть и определяться. И в Икеа мне мама купила еще, девочки, вот эти вот подставки под тарелки. У меня были просто плетеные вот эти вот подставки. Она взяла вот с черной ниткой. Потому что тех не было. Если честно, девочки, я прям прошу прощения. Я заболела вообще капитально. Не могу вообще в чувство прийти. У меня то проходит все, то опять. В общем, мама мне взяла вот такие вот подставки. Четыре штуки, господи. Я надеюсь, что больше собака их у меня не поест. Я буду их беречь как зеницу ока. Но я так довольна. Мне они очень нравятся вот сейчас. Вот стиль подлетний. Очень красиво они смотрятся. Мне прям, ну, я прям вообще вот от них в восторге. И они, кстати, по качестве не сделаны, чем те, которые у меня вот до этого были. Эти прям такие, знаете, прям вот жесткие. И такие прям очень хорошо обработанные. Ну, прикольные. Так, девочки, теперь смотрите, взяла косметику себе. Но мы сейчас с вами ее разберем попозже немного. Я покажу то, что я взяла себе, потому что я давно планировала попасть в Мак. Мне очень нравится их косметика. И еще мне мама там передала кое-какие крема. Хочу с вами поделиться этой информацией, но попозже. Давайте из быстрого. Руслан купил себе опять вот эти фигурки. Но это он купил уже на подарок у его подруги день рождения. Она увлекается Марвелом. В общем, тут из Марвела. А это он купил другу. Девочки, вот это все небюджетное. Но я не знаю, за что они берут такие деньги. 1700 стоит одна фигурка. Если честно, я в шоке. Я не понимаю, за что вообще можно брать такие деньги. Но вот как я понимаю, что дети сходят с ума по вот этим вот всем игрушкам. Сейчас я это все откладываю. И давайте мы пройдемся. Сейчас покажу вам покупки, которые я сделала мужу. Значит, он у меня ходит на работу. Мы взяли рубашки. Мы взяли в Хендерсоне. Девочки, вот если честно, я разочарована в их коллекции. У них очень много синего цвета. У них нет белых летних рубашек. У них какие-то очень странные сейчас фасоны. Я прям разочарована. Потому что мы очень часто брали рубашки в Хендерсоне. Но не смотрите на вот эти цены. У нас там карточка очень хорошая, скидочная. И у них еще постоянно какие-то акции проходят. То есть, ну, практически в полцены выходит рубашка. Очень удобно и интересно у них все это покупать. Я их откладываю. И также вот мы взяли классические брюки тоже из новой коллекции. Подобрались синие. У них почему-то вот все коричневое и синее. У них ничего нет черного классического, белого. Как-то в этом году вот совсем непонятно. Но зато у них очень много сейчас появилось одежды для повседневной носки. Но в таком, знаете, с классическим оттенком. Мерили шорты. Но случилось так, что они не сели на мужа. В общем. И в итоге я вот его уговорила взять вот такую обувь, девочки. Посмотрите. Очень классно. Ну, их сейчас вообще, в принципе, везде много. Мы старшему купили такого плана тапки в Заре. Они стоят дешевле. Я просто его вещи остались в Краснодаре. Данила остался в Краснодаре. А Руслан приехал. Я сейчас покажу Руслана вещи. Но у Данила все идентичное. Мы, в принципе, покупали им похожие образы. Я подбирала. И взяли мужу вот такие тапки. Я его просто уговорила. Их можно одевать без носок. И очень удобно. Он вначале отнекивался. Потом согласился и одел их. И ему очень понравилось. Говорит, так удобно. Так мягко. И ноги не потеют. Вообще супер. В общем, в Хендерсоне сейчас вот такая вот коллекция представлена. Тоже неплохие. Но у них очень хорошо носится и обувь, и одежда. Девчонки. Ну, у кого мужья ходят на работу, в офис. То присмотритесь. Потому что очень часто у них бывают какие-то акции и скидки. И вот карточка, кстати, у них очень удобная система. Вот эта скидочная. Очень хорошо с карточкой туда приходить со скидочной. Так, девчонки. Теперь давайте я покажу вам то, что я купила себе. Мы зашли с мужем. Я хотела ему купить шорты вот в этом магазине. Но он их померил. В общем, они ему не понравились. И я, знаете, ну вот честно, очень мне тяжело подобрать себе шорты. Какие-то такие классические. Сейчас я Тиону выгоню, потому что она прыгает. Вообще просто ужас какой-то. Давай, Туся, выходи. Вот, девочки. В общем, получается так, что мне очень сложно подобрать классические шорты. И, если честно, я, знаете, я даже и не думала, что вообще что-то я себе выберу. В общем, в итоге я, пока он мерился, я попросила девочку. Она мне взяла, это, конечно, самый большой размер, 42-й. Но они на меня слегка свободны. У меня есть еще белый такой пояс из ткани. В общем, вот такие вот я взяла себе шорты и взяла вот такую вот футболку. Сейчас очень модно, такие вот яркие цвета. У меня есть розовые шлепки Michael Kors. И я думаю, что вот под этот образ это будет вообще отлично. Вот такая вот футболка. Она не вязаная, хоть она и смотрится, да, вот такой какой-то вот прям плотной. Но она достаточно легкая, очень-очень комфортная. И взяла вот такую вот футболку. То есть смотрится вообще замечательно. Я уже одевала в дорогу. И в размере XL можно было взять L, но я взяла XL, потому что L-ечки не было. Но она тоже смотрится достаточно хорошо, свободно. В принципе, нормально. Вы меня, ну, увидите в этом наряде. Так, следующее, девочки. Я совсем шнеркаю, простите, пожалуйста. В общем, короче, у меня какая-то вообще непонятная простуда. А то появляется, а то исчезает. И, девчонки, я попала в Зару. Я была в галерее. Первый раз в жизни я попала в галерею именно вот так вот, чтобы походить, посмотреть. Зашла я в Зару, перемирила кучу всего. Но остановила я свой выбор, девочки, вот на таких вот шлепках, босоножках силиконовых. Знаете, я сомневалась, брать их или не брать. Они, в принципе, стоят вот 3200, 3300. Но я их померила. Очень-очень удобная колодка. У меня на выход обуви на лето никакой нет. И сейчас я смотрю вот в Инстаграм очень много девчонок вот в таких вот босоножках, да, фотографируются. То есть выкладывают в соцсети. Ну, мне кажется, что это очень как бы, ну, сейчас популярно. В общем, что я хочу сказать по поводу этой обуви, девочки. Обувь очень удобная. Кто еще думает, кто, может быть, захочет там через интернет заказать и не сможет просто прийти в магазин и померить, не сомневайтесь. Очень комфортно. Ничего здесь не давит. Я прямо одевала, ходила по дому. То есть они не впиваются вот здесь вот. Посмотрела, все здесь качественно прошито, качественно закреплено. Босоножки огонь. Я тоже потом примерю, девчонки, просто уже с дороги у меня сегодня нет сил. Хочу выложить вам влог, отредактировать. Сейчас буду усиленно это все делать. Влог, конечно, получится сумбурным. Но, тем не менее, вот хочу прям поделиться с вами образами. Очень много у них босоножек разноцветных. Но, если честно, мне не заходят их каблуки. Очень какие-то они странные. Там то рюмочкой, то совсем квадратные, такие невысокие. Ну, в общем, короче говоря, я пока думаю. Хотя мне там приглянулись пару моделей. Но, в общем, в итоге я решила взять только вот эти. И самое важное, девчонки, что я купила, если честно, я даже сама вот не ожидала. Пижамный стиль. Девчонки, вот этот костюм не дешевый. Это, я так понимаю, у них натуральный шелк. В размере XL я взяла вот такие вот штаны. Они идут, видите, вот так вот. Они идут не длинные. Они идут прям вот чуть-чуть выше щиколотки. Очень красиво, свободно сидят. Я специально взяла XL, хотя можно было взять и L. Но были бы они тогда в обтяжку. Это было бы некрасиво. В общем, вот такие вот штаны. И стоят они 4 с копейками. И к ним я взяла вот такую рубашку. Это идет комплект. Девочки, ну, смотрится действительно очень классно. Единственное, что под этот образ нужно одевать, это вот либо черную майку, какую-то вот такую вот шелковую, свободную. Идут вот такие рукава с пуговицами широкие. Смотрится очень классно. Закрывает попу. Я обязательно вам примерю, девочки, но уже в следующем влоге, потому что, ну, у меня просто сейчас, ну, нет возможности. Я замученная с дороги и уставшая. В общем, вот такой вот я купила себе костюм, девчонки. Он вышел небюджетно, но это на выход. Это прям такая вещь. Знаете, она смотрится очень дорого. У них очень много появилось различных коллекций. Вы знаете, вот даже я смотрю в интернете, это все не так смотрится. Я зашла в магазин, у меня разбежались глаза. Там столько разноцветных, красивых, ярких сарафанов, платьев, шорт, топов. То есть, очень много можно в любом случае что-то себе подобрать. В общем, я давно думала вот как бы приобрести себе такой костюм. В итоге я решилась и все-таки его купила. Так, это мама дала карточку с алкотеки. 10% у нас открылась здесь алкотека. Так что, девочки, вот так вот. Вот такие вот это лично мои покупки. Конечно, не густо, но в принципе я купила себе то, что я хотела. Шорты с футболкой, ну, повседневку. Теперь, девочки, давайте разберем покупки из Зары, то, что я купила. Ребята, смотрите. Значит, вот, если честно, я была в восторге от этого костюма, девочки. Вот я не знаю, конечно, как вы его расцените, но посмотрите на эту расцветку. Ну, настолько смотрится свежо. То есть, мы купили и старшему, и младшему именно этот комплект. Это на море, это вот куда-то выйти, там, на яхте покататься, куда-то поехать. Очень свежий образ. Вот такие шорты, они тоненькие. Это даже не трикотаж, а вот какая-то ткань. Я не могу понять, даже не могу вам сказать, что это за ткань. И под них у них была вот такая футболка. Девочки, вот такая вот просто хлопчатобумажная белая футболка. И сзади вот такой рисунок. То есть, она смотрится вообще потрясающе. Вот в комплекте идеально. И еще взяли вот такие вот им шляпы. Честно, ну, на Даниле смотрится посимпатичнее. У него чуть меньше как бы голова. Но Руслану тоже прикольно. Мы взяли им одинаковые образы. Вот прям супер. Серьезно, прям очень классно. И вот Даню мы еще взяли в дополнение, девочки, вот такие вот тапки. Просто на каждый день. Он не любит шлепанцы, поэтому взяли ему вот такие вот тоже джинсовые тапки. Очень прикольные. В районе трех тысяч вышли тапки. Но они просто носятся хорошо. На выход я взяла Руслану вот такие вот шорты. У них тоже сейчас очень такие странные коллекции. То есть я искала более в классическом варианте, да? Ну, то есть чтобы ткань была. А в итоге вот выбрали вот эти шорты, чтобы одевать их под батник и под закрытую какую-то обувь. Не под шлепанцы. В общем, мне очень понравились эти шорты, девчонки. Ну, цена вот три тысячи, но тоже не бюджетная. Но я просто уже, знаете, думала-думала. Надо их одеть, они со всего повырастали. И чтобы что-то было более-менее такое вот эффектное и хорошо смотрелось, ну, как бы вот обратилась к Заре. В общем, в итоге вот это вот мы взяли тоже в Заре шорты. Потому что батников у него очень много. Мы, кстати, скоро с вами будем перебирать их одежду. Будем составлять, развешивать им луки, чтобы было понятно, что как носить. И себе я хочу сделать то же самое. И теперь, девчонки, давайте пройдемся по H&M. И теперь, наконец-таки, я поняла, какой у них размер. Я теперь спокойно смогу заказывать на сайте через интернет. Вообще не переживать. И вот, ну, H&M, конечно, меня порадовал. Девочки, цена вопроса 1500 рублей. Я взяла ему ровно точно такие же кеды, как себе. Только здесь у меня просто они вот тут трепчаные. А ему я взяла здесь с резиновым уголком. Тоже одеть под шорты белые вот такие вот кеды. Либо вот под какие-то легкие брюки в машинке постирал. И все. Ну, сезон относит. Если убьет, выкинем. В общем, не жалко будет. Но они настолько сделаны добротно, качественно. Поэтому вот как бы вот такие вот взяли мы кеды. Сейчас еще покажу шлепки. Потом девчонки взяли, взяла трусики ему. Он в последнее время, вот как вы видели, все его там майки. Все, он убивается по каким-то таким непонятным разноцветным моментам. Взяли вот такие вот трусики с бананами, с ананасами. И просто вот такие вот обычные, да. В общем, тоже качество очень хорошее. Девчонки, вы знаете, я вот еще вот на Васильке заказала трусики. Тоже очень хорошего качества. Но просто уже мы были, я взяла здесь вот как бы ему вот эти вот просто переглянулись, понравились на лето, чтобы было комфортно ходить. Они ходят в боксерах. Так, следующее, девочки. Теперь, значит, смотрим, что еще у нас с Эйчендема мы ему взяли. Это я случайным образом увезла Данины трусы. Я ему купила более такие консервативный набор трусиков. Такой вот, знаете, ну, такие нейтральные тона. Но вот случайно я их увезла. И сейчас давайте посмотрим. Мне самой очень интересно. В общем, ну, Руслан, понимаете, да, я уже вам рассказывала, что он у нас любитель вот таких вот каких-то ярких моментов. В общем, трусы Приндлс. Розовые, походу, вообще вот улет. Но эти прям, смотрите, вот эти мы их не распечатывали на кассе. То есть нельзя было их распечатать и посмотреть. Но здесь они уже чуть-чуть пониже. Но они тоже тоненькие, такая резиночка. И здесь вот такая хорошая, классная резинка сверху. Мне кажется, будет хорошо. Причем, самое интересное, девочки, ну, вы его уже у меня видели, да, я ему взяла Эльку. Я ему взяла Эльку, чтобы они нигде не жали, нигде не давили. В общем, вот сейчас, я же говорю, я уже разобралась с их размерами. Сейчас я вам покажу еще вещи, которые мы взяли в Эйчендеме. Девочки, вот, знаете, цена-качество вообще отличное. И носится хорошо, и вообще не жалко, и очень даже веселое. И взяли вот такие вот плавательные шорты ему. У него есть сплавки, но уже, по всей видимости, они будут маленькие. Отличные. Здесь вот такой подклад, карманы. Замечательные, прекрасные плавки. И цена вопроса, девочки, полторы тысячи рублей. Потому что то, что я смотрела ему, там, знаете, в районе трех тысяч, блин, двух тысяч. Ну, это куда-нибудь, ну, куда. Ну, то есть, как бы полторы тысячи, в принципе, нормально. У меня еще просто бонусы были. Я вам уже рассказывала про эту систему. Очень удобно. Вот сейчас вот покупку эту сделали. Она была небюджетная. То есть, мы, в принципе, все вот то, что я вам сейчас показываю, все было в том же экземпляре, куплено Данилу. Единственное, что в Заре я ему взяла не вот такие вот шорты, как я вам показала, а взяла льняные. Очень красивые. Тоже потом попозже вам покажу. Мне очень они понравились. Но ему идет более классический такой стиль, знаете. Ну, он такой худенький. Смотрите, вот такие вот шорты. Трикотаж. Это вот дома ходить, таскать. Вообще просто не заморачиваться. Поносил и выкинули. Шорты по тысяче рублей. Вот такие шорты. Тоже здесь вот необработанные края. Такие, не знаете, как идут, как неаккуратные. В принципе, нормально. И вот эти шорты, девочки, мне очень понравились. Хоть из синтетика, но они так классно сидят. Они прям очень такие, знаете, вот как из нашего детства в Адидасе вот продавались. То есть, ну, только за тысячу рублей. В общем, вот эти шорты вообще огонь. Прям классные. Мне очень они тоже понравились. Они сидят очень здорово. И длина вообще комфортная. Потом, Руслан, там была акция. Берешь одни носки, две пары носок, третий идут в подарок. Он опять тут понабирал себе с ягодками какими-то непонятными, с вот этими штуками. Себе носки. Так, девочки. И вот смотрите, вот такие вот шлепки в H&M. Тоже, если нет возможности, да, вы заказываете по интернету. Вот могу со стопроцентной уверенностью сказать, что они кайфовые. Шлепки огонь. Подошва пробковая. Здесь приклеена резинка. То есть, ну, сезон 100% он относит. В районе, по-моему, полутора тысяч рублей стоит. Я сейчас обманывать не буду. Чека нет. Он уже их одевал. Здесь он расширил себе на ту ширину, которая ему комфортна. У него очень широкая нога. И у него очень высокий подъем. Они сели так классно. Здесь, вот знаете, вот прям ножка ложится. И очень удобно. Вот эти шлепки тоже, если ребята вот носят, да, такого плана обувь. Обратите внимание, шлепки классные, действительно. Прям, вы знаете, вот в Заре они стоят гораздо дороже такого же плана. То есть, но дороже. Поэтому я решила в H&M взять. Сезон относит. И забыли, выкинули, и все. Относит два сезона. И вообще отлично, и хорошо. То есть, ну, шлепки действительно кайфовые. И, девочки, вот это просто вообще улет. В общем, он посмотрел, висела навешалка эта рубашка. Он посмотрел, потом уже стояли на кассе. Он говорит, ну, можно я пойду померю? Я говорю, беги, бегом. Пока была очередь. В общем, он померил вот эту рубашку. Взял рубашку, девочки, это штапель. Вот как бы я брала себе сарафаны. Тоненькая-тоненькая. Она смотрится так очень свободно. Классная такая. Вот такая какая-то расцветка непонятная фламинго. Но, видимо, сейчас это модно. И под эту рубашку он себе взял. Сейчас рубашку уберу. Взял вот такие вот шорты. Шорты, по всей видимости, знаете, может быть, даже из разряда плавательных. Но, скорее всего, нет. Тоже такая какая-то ткань непонятная. Она более такая, знаете, вот как сказать, и не трикотаж, ничего. Вот она вот, я не знаю просто название, не разбираюсь. В общем, вот эти шорты. В общем, он нарядился в этот костюм уже вечером. Приехал днем. Он сказал, мне так удобно, мне вообще не жарко, настолько классно. Единственное, что это все было вот только вот в таких вот таких пестрых расцветках непонятных. Но, в общем, короче говоря, он себе приобрел вот такой вот костюм. Ему очень он понравился. Это какая-то у них, видите, вот коллекция с Панжи Бобом и вот фламинго. Вообще к чему, конечно, но непонятно. В общем, девчонечки, вот столько вот покупок. Еще Данила вещи остались в Краснодаре. Русик у нас побудет недельку дома. Сейчас я вам покажу косметику, расскажу все. И уже мы тогда будем с вами прощаться, потому что, ну, вот такой сумбурный влог у нас с вами получится. Но просто у меня, вот я говорю, у меня вот не жизнь, а просто какой-то капец. Давайте, сейчас я вам покажу косметику. Девчонки, смотрите, вот эта мама заказала в интернете, в инстаграм. У девочки она занимается элитной корейской косметикой. Смотрите, что здесь есть. Здесь есть тонер, здесь есть эмульсия, эссенция и крем под глаза. В общем, вот это все очень качественно, как она обещала, что все очень супер хорошо вообще регулирует лицо, то есть лицо гладко. Я протестирую. У мамы просто пошла аллергия. Она сказала, что я не буду этим пользоваться, но она, в принципе, пользуется у меня косметикой аптечной, поэтому просто она вот взяла, но ей не подошло. Она просто у нее начало краснеть лицо, она говорит, нет, я не буду этим пользоваться, хочешь забирай, потому что вот как бы нет. Я уже нанесла, мне понравилось, но я хочу еще протестировать. Я хочу посмотреть, будет ли у меня тоже аллергия, как это вообще все ляжет, будет ли эффект. Но от первого раза я вам хочу сказать, что я очень, девочки, довольна. Она убирает шелушение, выравнивает тон лица, но я такая сегодня в попыхах собиралась, с утра помыла голову, быстренько это все нанесла и не рассмотрела. И вот этот крем, это ночной крем. Он очень плотный, он жирный. Как я вам говорила, я уже вот это вот все такое не люблю, но это конкретно на ночь. Видите, выполнено все вот в таких вот красивых тюбиках, то есть это даже вот можно достойно красиво расставить. Мы это все с вами сделаем. Скорее всего, я это в ванной хранить не буду, это все у меня будет стоять здесь на столе. Я все-таки, наверное, закажу себе еще золотой поднос красивый, и мы это все с вами расставим. Покажу, как я придумала это все хранить. Конечно, очень красиво все смотрится. Все тяжелое, все добротное, очень качественно выполнено. Давайте вот я протестирую, и потом уже вам свой отзыв оставлю, девочки. И если кому интересно, я вам попрошу, чтобы она мне скинула страничку, ну, ссылку на страницу этой девочки. Так, девочки, и смотрите, в маке я взяла себе тональную основу. Я взяла себе корректор под глазки. Причем я подбирала так, чтобы он был увлажняющий, чтобы вот морщинки какие-то, да, мелкие-мелкие под глазами, их, ну, не было при нанесении. Я тоже вам хочу сказать, что я уже нанесла тональную основу, консилер нанесла, даже попробовала тени. Тени я взяла вот такие вот. И сейчас я вот открою, все вам покажу. В общем, мне все очень понравилось. Но я в маке, в принципе, и не сомневалась. Сейчас покажу тени. Тени я взяла вот такие вот зеленые. Вот такие вот они. Они прям, знаете, они как бархат. Очень мне нравятся по качеству. Но вообще, если честно, я зашла за своими лавандовыми тенями, но их не было в наличии. Уже этого оттенка нет. Но там была либо яркая лаванда, либо совсем бледная. И подобрала сверху наносить вот такой вот горчичный оттенок. Девочки, ну, это просто огонь. Смотрится очень круто. Оттеняем глаза, растушевывается шикарно. Мне очень понравилось. Я прям рекомендую. И кому интересно, значит, горчичный оттенок у нас это 59 тонн. И вот такой вот болотно-зеленый цвет. Это у нас... Тут цвета нет. Тут нет денег, нет проблем. No money, no problems. Называется серия. Это новая какая-то у них коллекция, как она мне сказала. В общем, мне очень понравилось. Консилер у меня, значит, сейчас скажу, какой тон. Тон 15. Девочка прям подбирала мне. Ну, вы знаете, да, что они все там подбирают. Очень классно ложится. Прям выбеливает вообще отлично. И не бросается в глаза. Мне очень понравилось. И самое интересное, что вот он как бы очень-очень увлажняющий. И надо немножечко подождать. И тогда он как бы вот с кожей происходит реакция. И он прям ложится отлично. Тональную основу взяла я вот с SPF 15 защитой. Ну, я как бы загораю. Мне вообще это все без проблем. Тон А30 получается номер. Очень классный цвет. Очень хорошо тоже ложится. И я попросила с увлажнением. У меня смешанная кожа. То она у меня шелушится, то она у меня местами жирная. В общем, мне очень понравилось. С моей пудрой вот этой вот сейчас покажу. У меня тут косметичка. Я еще ничего не разбирала. Вот с этой вот пудрой вообще просто я в восторге. Мне она очень нравится. Тоже это мне Алла Сергеевна просто ее советовала. Я у нее, вернее, попробовала. Я говорю, срочно мне фотографируй. Я хочу ее купить. Она дорогая. Но ее хватит. Тут мне до пенсии пользоваться. В общем, девочки, я себя побаловала. Да, конечно, это все не бюджетно. Но тоже тени, как бы, мне их хватит очень надолго. Я сейчас вам покажу. У меня есть вот этот лавандовый тон. Девочки, я вот его ищу. Я их использую очень экономно. Вот он, девчонки. Но его нет. Его просто нет. Вот здесь вот он такой насыщенный. А если его нанести, он прям, знаете, он прям очень красиво оттеняет голубые глаза. Вообще бесподобный. Но его не было в наличии. У меня еще из мака есть просто базовый белый цвет. Поэтому я, как бы, и обращаюсь. То есть у меня, вот смотрите, уже очень много лет у меня вот эти вот палетки. Белая уже очень давно у меня палетка. То есть вот она. Но она такая, знаете, вот для растушевки очень классная. И серый. Серым я пользуюсь редко. Вот, как бы, очень такой тоже классный цвет. Они все матовые. Мне очень нравится. И вот я уже вот собрала. Теперь у меня, получается, пять оттенков. Как бы мак мне нравится. И ничего не могу с плохого сказать. Еще из мака у меня есть румяна. Я, конечно, вот надо себе обязательно купить еще вот эти розовые. У меня еще тут они остались. Очень классно ложатся. И вот такие вот коричневые. Это румяна. Но я их тоже использую иногда как корректор. Они очень классные. Так что, девчонки, я прибарахлилась. Я вот взяла себе косметику. Вы знаете, я прям очень хотела. И я зашла уже, плюнула. Думаю, нет. Я все-таки приобрету себе. И мне хватит. Я знаю, что на очень-очень долгий срок. Именно вот тени. 100%. Так что, вот такие вот, девчоночки, сегодня были у меня покупки. Вот я вам все показала. Еще там были продукты. Но я уже это ничего вам показывать не буду. Мы с вами увидимся в следующем влоге. Я пойду все разбирать, развешивать, убирать. И уже мы встретимся с вами в следующем влоге. И я покажу, скорее всего, вам примерочку. И распакуем с вами тостер. Так что, вот такие вот у меня дела, девчонки. Все. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.